МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем-всем привет! И с вами снова Татьяна. Девочки, мои хорошие, хочу вам показать вторую посылку с Кашкарсе, с Авито, уже, которую я получала от Юли, и первую свою работу из футера, который я получала тоже с Авито, и у меня ещё был футер с Василька, с любимого Василька. Хочу сразу сказать, кому неинтересно, кто собирается плохие комментарии, свою желчь излить под моим видео, пожалуйста, закройте это видео и идите дальше. Идите туда, где вам интересно. А кому интересно, для моих подписчиков, для моих добрых и любимых, так сказать, гостей, с доброй душой, пожалуйста, оставайтесь и смотрите. Писать плохие комментарии не нужно. Они сразу идут через проверку на Ютуб, и все будут отправляться в бан. Слушать и читать всякую фигню я не собираюсь и не буду. На этом всё. А теперь смотрим. Вот такие вот штанишки. Это футер трёх нитка. Вот так вот я делала манжет. Видите? И вот так вот пояс. Здесь осталось и сделала ещё строчку. Вот здесь вот на чайке прошила. Всё обработано верлаком. Девчата, очень толстый футер. Трёх нитка. Классный. Прям вот классный, прекрасный. Вот такие вот швы. Я всё отпаривала, прежде чем шить. Потом все швы тоже отпаривала утюгом. Вот со стороны попы идут шовчик. Шовчик проложила вот здесь. Осталось только резиночку вставить. У меня есть резинка такая широкая. Сегодня вставлю. И завтра эти штанишки поедут до моей внученьки. Вот. И следующее, следующее, что я буду шить, это брюки для себя. Для дома мне нужно. Я свои, помните, красные? Я их распорола и шила. Вот мои были старые брюки. Я шила из них для Кристины. Но эти думала выбросить. Потом говорю, да ладно, оставлю. Может быть, во дворе пойдём дрова складывать. И ребёнок оденет или пойдём на особку гулять, то оденем. Это тоже мой пошив. Вот. А теперь покажу вам посылку. То, что мне прислала Юля с Авито. Это Ивановский тоже район. С Иванова идёт посылка. Вот такая огромная девчата. Я прям просто счастлива, когда её получила. Она была упакована. Вот эту одну ткань я вытянула. Она вот так перевязана и была упакована в толстый-толстый такой целлофан. Не в коробке. Если Ольга посылала в коробке, то Юля вот так. Вот она перевязана всё. Сейчас раз уберу. Ай, тут тоже ещё узел. Давайте я сниму. Просто сниму. И мы с вами посмотрим, мои хорошие. Ой, ну здесь вообще прям богатство. Целое богатство. Посмотрите, какие шикардосные цвета. Просто обалденные. Буду шить водолазки, буду шить Кристине штанишки запросто. Девочки, ну давайте вот так. Я буду раскрывать и прям показывать. Полотно очень большое. Смотрите. Вот такая вот ширина. Вот она ширина. Ещё замерю. Наверное, подальше поставлю камеру. Да, вот так поставим камеру, чтобы вам более-менее было хорошо видно. Вот здесь ширина 57 сантиметров. И длина. Вот она длина. Видите, какая длина громадная? Вот, 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 вот. Я её сейчас сложу пополам. И мы с вами посчитаем, какая же тут длина. Вот. Посылку заказывала я 19 декабря. И 6 января я её уже получила. 140 длина. Метр сорок длина. Вот такой кусок. Конечно, на манжеты разве я брошу его? Буду резать? Нет. Это будут какие-то изделия. Цвет очень-очень такой шикарный. Вот он. Вот сейчас передаёт прям вот. Такая мягкая ткань. Плотность у них разная. Видите, она тянется прям прекрасно. Можно и леггинсы нашить для внученьки моей. В общем, всё, что угодно. И кофточки. Это первый кусок. Второй кусок. Я не знаю... Ой, этот ещё шире, девочки. Видите, какая ширина. Тёмно-тёмно такой фиолет. Как бы сливовый цвет. Проще сказать. Даже сливовый. Она идёт чулком. Вот здесь 66. Ширина. Да, идёт чулок. Вот он. Видите? Вот такой вот цвет. Вот слива или баклажан. Что-то из этой вот партии цветов. Ну, как можно порезать, да? Такой этот кусок. Просто на манжетике. Да ни одна, по-моему, мастерица этого не сделает. Вот. И здесь метр сорок. Наверное, все по метр сорок. Я не знаю. Сейчас мы посмотрим с вами. Цвет обалденно красивый. Вот он. Вот. Очень-очень-очень красивая расцветка. А этот... О, вообще. Это вот мои любимые цвета. И вся Кашкарсе мягкая, девчата. Вот именно на изделия. На изделия, на кофточки. Всё, что угодно. Это вообще что-то большой. Смотрите. Ну, давайте ширину. Может быть, они все подлиннее одинаковые. Да, ширина шестьдесят. Это получается метр двадцать. Потому что, говорю, идёт чулком. И длина... Метр сорок было всё. Вот здесь, так, восемьдесят метр шестьдесят длина. Представляете, какие кусочки вообще отрезы. Вот это обалденный, обалденный цвет. Девчата. Если хотите, пишите. Кому хочется, дам ссылку. Пишите в комментариях. И я вам лично сброшу. Вот. После тех, вот, комментариев под прошлым видео, мне не хочется оставлять ссылку для этих людей. Не хочу. Цена, девчат, моей посылки была две двести семьдесят пять. И семьсот девять с Иванова до Владивостока была доставка. Вот. Это не реклама. А то писали, это вы рекламируете ткань. По рекламе сейчас очень-очень строго. Там всё указывается, всё подписывается. Рекламирую я только любимый Василёк. Идут предложения много с рекламами. Очень много идут. Но я отказываюсь. Мне китайская какая-то там... Я не знаю даже, что это такое на китайской платформе. Несколько раз писали письма, чтобы я там согласилась на рекламу. Девочки, но я отказываюсь. Я просто эти письма все отправляю в спам. Не думайте, что прям каждый блогер готов всё, что угодно прорекламировать. Нет, это не так. Абсолютно не так. Косметику мне сколько раз предлагали. Но если я не крашусь, я её рекламировать никогда не буду. Я сделала рекламу на то, что мне интересно. Не более того. Тут тоже вот ширина 63 сантиметра. Это 126 получается. И длина. И здесь интересная как бы идёт расцветка. Сейчас я вам поближе её покажу, мои хорошие. Так, 78. Это 140 и 16. 156 сантиметров в длину. Ну, конечно, это будут кофточки. Девочки, она идёт как с полосочкой. Сейчас, мои хорошие. Смотрите, вот поближе показываю. Видите, она как будто идут вот полоски, полоски, полоски. Вот так. Тянется прекрасно. Ой, я очень-очень рада. Вот. Если понадобится, вот то Юле я буду ещё делать заказы. Если мне понадобится. Если не понадобится, пока делать не буду. А когда придёт время, обязательно закажу. Вот такой белый расцветочки. И я вам уже показала, вот они идут, полосочки прям. Вот такие вот. Тут, наверное, сантиметров по 5 чередуются. Нет, 4. 4 сантиметра и идёт как бы вот полоса. Вот. Ну, если вот я растяну, видно или не видно? Нет, не видно. Ну, вот полоска. Вот, вот, вот. Видно. Близко видно. Это будут, конечно же, кофточки. Вот. Красивая очень ткань. Просто обалденно. Ой, вот это ещё красивее. Ещё красивее. Девочки, такой цвет. Гляньте. Шикардосный. И мужчине, и женщине можно сшить. Вообще обалденный цвет. Сейчас на ширину скажу вам. Так. 55. Это 110. Ширина. И длина. И длина. Длину сейчас вот прям я свожу. Ровно. И скажу вам длину. И длина. 160. Девочки. Метр 60. Но тут грех не сшить какое-то изделие. Можно даже платье сшить. Можно вполне сшить платье с коротким рукавом. Цвет, гляньте, какой шикарный. Тянется хорошо. В эту сторону растяжимость есть, но маленькая. Вот. А вот ширину. Вот она. Видите? Обалдеть. Ну, дочь приедет. Будет выбирать. Кристина тоже. Я, конечно, им сбрасывала. Им все цвета понравились. Но нужно вживую посмотреть и выбрать, кому что. Вот желтенькая. Девочки, тоже такой же кашкарсе, как и белая, с полосками. Классная. Вот она идет с полосочками. Вот полосочки. Прям видно. Обалдеть. Очень-очень такое красивое полотно. Но цвет прямо... Так, сейчас тоже ширину замерим. Ширина немножечко отличается, да, бывает. 58. Так, это будет метр 16. Ширина. Она идет в виде чулка, девчата. В виде чулка. Вот. Вот. Видите? Вот так. Вот она идет. Здесь даже что-то этикетка, наверное, была. Очень красивая. Очень красивая. Еще бы разобраться, где лицевая, а где изнаночная. Вот это, мне кажется, изнаночная сторона, а вот это внутри, да, внутри лицевая. Она есть отличие. Вот здесь идут, как будто вязанные, как петли, как будто машинка вязала. А вот это лицо. Лицо внутри, видать. Девочки, кто знает, напишите, я права или не права. Ну, я думаю, что внутри чулка этого идет лицевая сторона. А по длине я вам сейчас скажу. По длине. Так, здесь у меня вдвойне. Метр 60. 80 и 80. Метр 60. Куски очень-очень большие. Просто богатые. Здесь вот черненькая, это она на черном лежала. Кашкарце. Вот. Как крошечки черные. В общем, я очень-очень рада. Шить теперь, не перешить. И вязать, не перевязать. Вязать я буду следующее, что изделие. Это ритузы для своей внучки. С Расказовской пряжи подсели штанишки. Но они и были, и только-только у Наташи ломалась машинка. И сделали новую. Меняли там барабан. И она говорит, я вчера постирала, и так крутила сильно барабан, что подсели штанишки. Я говорю, ну не расстраивайтесь. У меня Расказовская пряжа, она натуральная, много. Просто, говорит, и много дала оборотов. Она говорит, 800. Я говорю, я стираю на 600 оборотов и 30 градусов. Мам говорит, я на 30 ставила, но 800 оборотов у нее машина. Я говорю, значит, надо стирать без отжима вообще у вас на машинке. Разные же там позиции задаются. Ну, подсели, короче, штанишки. Теперь я буду срочно-срочно вязать. Но вязать начну послезавтра. Здесь метр двадцать восемь ширина. Девчата, вот, шестьдесят четыре. Это вдвойне черная ткань. Тоже цвет такой насыщенно-черный. Красивенный, да? Вот. Но я не люблю, конечно, вот одежу черную. Я люблю яркие такие цвета, насыщенные. Так, и длина. Длину сейчас вам расскажу. Скажу вам, длину 69. Это метр сорок, метр тридцать восемь. Метр тридцать восемь. Длина. Ну, вообще шикарно. Тоже можно платье или тунику запросто сшить. Просто-запросто. Ещё если сделать отделочку, да, там, допустим, другим цветом, то вообще будет обалденная вещичка. Вот серенький. Ой, тоже такой красивый. И этот идёт не чулком, девчата. Смотрите. Ого! А, ну она была чулком. Нет, не чулком. Потому что вот здесь, вот доливая идёт. Видите? Сейчас я вам скажу. Длину и ширину. Так. Длина. Длина, длина. Сто сорок восемь. Длина, длина, но ширина, девочки. Смотрите, какая ширина. Сейчас придётся вдвойне ложить. У меня стола не хватит. Стол у меня не сильно большой. Так. Вот я положила вдвойне. И мы вдвойне замерим. Какая же тут ширина. Так. 58. 116 сантиметров. Ширина. Такой вот светлый, серый. Знаете, как стальной, наверное, цвет. Вот это вообще такая. Она на ощупь другая, девочки. Она, может быть, с лайкера идёт. Я не знаю. Но она на ощупь совершенно другая от той. И такая, знаете, вот прям вот, как лакированная. Шикарственная. Тянется. Растяжимость есть и подолевой, и вширь. Да, вот изнаночная сторона, и вот лицевая. Классная. Просто классная. И цвет такой обалденный. Просто обалденный. Глядите. Сталь. Сталь. Прям стальной, светлый. Цвет богатый. О, это целое-целое богатство, девчата. Девочки, кому нравится шить, шейте. Кому нравится вязать, вяжите. Занимайтесь рукоделием в любом возрасте. Не думайте, что будет завтра, послезавтра, через пять, через десять лет. А то мне прилетел такой комментарий. В таком возрасте закупаться, как? А вдруг завтра помрёшь? Ну, вы знаете, вот неадекватный человек, видать, писал. Я не знаю. У нас люди есть девяносто лет, учатся в университетах. Понимаете? Человек развивается до той поры, пока ему что-то хочется, ему интересно, и он изучает. Что-то новое для себя. Не надо себя ставить в какие-то рамки, замуровывать себя. Вот здесь брак, девочки. Вот, видите, в одной. Попался одна с браком. Сейчас я её разверну всю. Да, вот здесь край обрезанный неровно. Ну, может быть, так им тоже надо это продавать. И сунули одну. Ну, тут большая, полотно, вернее, большое, но вот здесь вот есть дырочки. Ну, это ровно отрежу. Что-то пойдёт на манжеты. Расстраиваться не нужно. И вот я вам хочу сказать, не ставьте себе никаких рамок. Живите, у вас жизнь одна. Одна, второй не будет. И карманов в гробу тоже не будет. Почему я должна, или у меня кто-то должен контролировать мои хотелки и мой бюджет? Никогда такого не было. Что хочет человек, то он и делает. И все мы живём по-разному. Как кто хочет и как кто умеет. Я так скажу. Так, вот это полотно, я сейчас так прикину. Ну, вот по вот эту вот, если по эту дырку, да, 30 сантиметров. Оно отсюда отрежется. И вторая дырка на этом же расстоянии, видите. Ну, 30 сантиметров, да. Вот я их вырежу, отрежу. И это уйдёт на, именно на манжеты. На горловинку можно где-то пустить. На манжетики. А сейчас замерю, сколько же хорошей тут ткани. Сколько. По длине, девочки, по длине. Цвет, конечно, такой кофейный, кофейный, светло-кофейный. Вообще очень красивый. И она, как бы, поплотнее вот эта ткань. Прям плотность у неё, да, в сравнении с кеми. Вот эту взять, она прям мякуш. И она настолько приятная. Она вот, ну, я не могу, как вам объяснить. Вот берёшь, она как будто вот действительно лакированная, что ли. Ну, вот такая вот приятная-приятная. Это совсем другое ощущение, да. Ну, тоже приятная. Это, конечно, не противная. Но она жёстче. Вот это у неё плотность. Видно, что жёстче, но цвет обалденный. Ну, здесь вот дырочка. В одном единственном куске. Так, это получается 54, значит, 108. Длина её и ширина. Ширина, девчата. И ширина. Так, 69. 140 минус 2. 138. 138. 138. Ширина. Тоже кофта вполне выйдет. Или водолазка. Что-то такое. Плюс ещё будет на манжеты. Вот я вам всё показала. Свет, гляньте, какой красивенный. Красивенный. Девочки, кому нужны ссылочки, пишите. И я вам дам ссылку. Под видео оставлять не буду. Вот после тех комментариев. Считайте, как хотите. Обиделась я, не обиделась. На больных, конечно, не обижаются. Но оставлять для тех людей просто не хочу. Вот. Идут. Мне ещё идёт посылка с четырьмя отрезами. Тоже с авито. Сегодня я заказала на зоне. Девчата, сейчас уже в этом видео вам покажу. Вот такие вот наборы. Это я заказывала очень давно. Радуга набор. Тут 24 штуки. Так, в три сложения. Нитка идёт сорокушка. У нас, вчера зашла в магазин, вот такие вот ниточки. Одна шпуля 50 рублей. В Влад... Владстек? Или как он там? Да, Владстек. Там, значит, она мне, как объясняла продавец, 30 рублей шпулька. Но если я бы брала оптом, упаковкой, то эти нитки будут стоить 18 рублей за шпулю. Выгодно брать оптом. Вот такие. Я уже не помню, девочки. Где-то я заказывала пряжу и заказывала вот две упаковки вот таких ниток. Отдала одну дочери. У Кристины-то цветное всё, чтобы она могла пользоваться. И себе брала. Вчера зашла в ткани, купила портновские вот такие ножницы. Максвелл. Лёгкие, режут прекрасно, 620 рублей. Там были по тысяче, по полторы. Ну, говорю, мне не надо дорогие. У меня 7 штук ножниц. Завтра я повезу их, нашла, кто мне их подточит. И на Валберис вот такую ещё купила штучку. 3 сантиметра, полтора сантиметра, сантиметр, два сантиметра, четыре. И это вот делать разметки, когда мы краим. Очень-очень классная штука. Это я тоже увидела у Швей на Ютубе. У кого-то из девочек. Сейчас я смотрю всё про шитьё. И вот думаю, о, мне тоже надо. Мне тоже надо. Я тот же попугай. Но она очень удобная. Ещё надо вот булавки. Булавки я покупала вот такие. Номер 3. И убеждаю, что они, девочки, коротковатые. Вот. Вот они. Тут 500 штук. Но видите, они какие. Даже тут вот вы не увидите. Ну, коротковатые. Мне бы хотелось... Вот. Вот булавочка. Вот я её держу. Вот. Вот я её держу. Но она маленькая. Так. Надо номер 5 взять. Они острые. Очень хорошие. Классные. Вот такой ещё маркер я купила, девочки мои. Перманентный маркер. Где покупала недорого. В канцтоварах. В канцтоварах ещё что купила для шитья. Девчата, девчата, в швейном магазине вот такая метровая лента, линейка, вернее, на метр, да? Она что-то у них, по-моему, 700 с чем-то рублей стоила. Я обратила внимание, говорю, не буду брать, дорого. Я зашла в канцтовары. Это тоже я на швейных каналах увидела. И её цена, девчата, 290, по-моему, 290 рублей. Металлическая сталь. Вот она, линейка. Я там себе купила. В общем, я купила линейку. Что ещё я там брала? Мелки. Раз уже пошла такая пьянка, я вам покажу. Сейчас мелки. В общем, то, что подешевле, я зашла в канцтовары. Вот такой треугольник. Вера что-то не нашла. Ну, потому что и крестилки рисуют. Поэтому где-то он лежит. Может быть, на веранде и там в бумажках наших. Ну, взяла для себя вот такой треугольничек. Потом я купила вот такие школьные мелки. Круглые, девочки мои. Здесь у меня вот обмылки разыгрывать. Вот они. И надо было купить такую точилку. Это тоже лайфаки. На швейных магазинах, швейных каналах, девчата. Я вот делюсь с вами. Кому это интересно, конечно, они тоже... Скажите, мне это надо, да? Точилка-точилка. Ну, вот у меня есть такая кругленькая. Но туда мелок этот... У меня он не вошел. Я вот тут ножом подтачивала. Надо немножко сточить. И на круглой вот этой точилке потом заточить. А здесь просто или скотчем обмотать, чтобы руку не пачкать. И вот рисовать потом по ткани. Вот. Их здесь 10 штук. Без гипса. Просто мелок. Мелки школьные. Они тоже что-то... В общем, я там на 500 рублей взяла. Так я взяла линейку только за 300. Вот такие фикс прайсы брала. Уже не подорожали. 100 рублей. Или 99. Что-то такое. И вот такой клей я купила в канцтоварах. Вот. Вот он очень даже хороший клей взяла. Это выкройки клея, девочки. А вот эти взяла. Он какой-то, знаете, как быстрый расход. Очень быстрый. Как жидковатый. Я вам так скажу. Это с фикс прайса. Я брала в канцтоварах. У меня очень он долго работал. А это прям вот быстрый-быстрый расход. Но он такой, как жидковатый. Вот прям действительно. Фикс прайс. Не рекомендую брать вот этот клей. Лучше взять чуть другой. Ну, вот такой вот я брала. Вот тут натуральные компоненты. Цену не помню. Чек выкинула. Но факт тот, что я их взяла 3 штуки. 3 штуки. И, конечно же, у меня еще вот такие вот иголочки. Ну, это для вязания я покупала. Вот. Вот эти иголки тоже классные. Удобно ими пользоваться. Закалывать, скалывать. Потому что у них вот эти вот шляпки. Если в тех иголках нету. И я иной раз берусь, берусь. И не получается сразу ее схватить. То вот эти иголки просто суперовые. Я вам так скажу. Ну, на этом, девчата, все. Мои хорошие. Ножницы классные купила. Сегодня вечером буду кроить. Себе штаны. Себе штаны я не знаю. Кристина вот брала красный цвет. Покажу. Похвастаюсь же. Перед вами положу. Вот это ее штаны. Завтра я своей внучечке отвезу. А себе, себе. Мне надо для двора. Я не знаю, девочки. Может быть. Может быть. Футер пришел мне. Я просто еще не, как сказать, не делала обзоры. Не делала обзоры. Вот. Но я сделаю обзор. Ладно, не буду сейчас показывать. А то потом будет вам просто неинтересно. Заинтригую. Я сегодня выберу цвет себе. И раскрою себе штанишки. Только я хочу без манжета, а просто подшить. Оверложить и подшить. Двойная игла у меня есть в чайке. Вот. Мне уже дети мои сделали такое предложение. Мама, может быть, тебе подарить хорошую швейную машину? Так что я говорю, не надо. У меня есть машинки. Я с ними справляюсь. Кто-то писал, что вы супер, это швея. Девочки, я шила с домоводства. С седьмого где-то класса мы в школе шили. Вот. И бегала на танцы в 17 лет. Я уже шила себе брюки сама. Кроила сама, шила сама. Дочь родилась, я шила. В 90-х годах я закончила курсы по кройке и шитью. У нас во Владивостоке полугодовалые были платные курсы. И если у кого-то оно остается в голове, оно остается на всю жизнь. Понимаете? Можно не шить, не вязать 20-30 лет и потом сесть. Это как кататься и начать шить и вязать. Это как кататься на коньках. Если я в детстве обожала коньки, я каждый день была зимой на катке, то вот сейчас мне одеть коньки, я, конечно, на них устаю и покачусь. И буду кататься. Понимаете? Это дано или не дано. Поэтому пишите комментарии. Злобные комментарии сразу предупреждаю. Отправляю, удаляю. И если человек настойчиво пишет гадости, он попадает в бан. Всё. Тут даже разговора нет. Всем желаю здоровья, приятных покупок. Кому интересно Юлину ссылку на Юлю оставить, пишите. Я вам в личку сброшу. Под видео оставлять не буду. Видео будет выходить на Яндекс.Дзен. Все обзоры пойдут в футера на Яндекс.Дзен. И вы знаете причину, что и как и почему. Ну, сто раз, что уже об этом говорить, правда же, девочки. Сегодня заказал вот такие нитки. Два набора. По там 30 штук. Ну, что-то отдала я тысячу с доставкой на зоне. Там три набора оставалось, я два забрала. Это 60 шпулек у меня придёт. То есть два набора. В наборе 30 шпулек. По 200 метров намотка. Разные-разные там цвета. И я так посчитала, что за одну шпульку выходит 18 рублей. 18, девчата. У нас даже здесь, в Аптовом, 19 рублей. Там 18, думаю. Так, пусть идёт почты. Там на зоне мне идёт порошок 9 килограмм. Идут люверсы я заказала. Кружочки под люверсы. В общем, то, что требуется. Всё заказала, всё придёт, всё покажу, обзоры будут. На этом всем добра, всем здоровья и мирного неба. Всем говорю пока-пока, до новых встреч. Девочки, немножко я тут вам напутала с ценой и доставкой. Вот здесь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять отрезов, десять получается у нас, да? А, девять, девять, простите. Вот это один отрез. За девять отрезов вышла цена 2275 рублей. И 709 рублей это доставка. Вот с доставкой 2984. А то я вас ввела в заблуждение. Вот. Я считаю, что для таких отрезов 2275, это вообще просто шикарно. А что-то... Вот, девчата, 2984 я разделила на девять вот этих отрезов. И сумма получилась за один отрез 331 рубль 55 копеек. Представляете? Вот. Ширину я вам озвучила, длину тоже. Вот. Вот и считайте, выгодно это или не выгодно. Конечно, покупка на Авито выгодна. И этот весь товар, он идёт новый. Он идёт новый. Не думайте, что это где-то что-то там какой-то... Если брак, там продают, допустим, брак или техническая там салфетка, об этом пишется. Всё вам, продавец, всё конкретно говорит. Поэтому, мои хорошие, всё очень-очень даже славненько. Вот теперь всем пока-пока. Всем добра.